Как мне описать маму? Что она из себя представляла? Вавилон великий, мать-блудницам и мерзостям земным. Я часто лежал в кровати, слушая крики игравших на улице детей. Опущенные шторы не пропускали лучей летнего солнца. Я часами лежал без сна и спрашивал себя, кто же мог сотворить мать. Она была сшита из частей самых разных животных. Одну из ее ступней заменяла большое тяжелое копыто. На месте другой находилась крохотная кошачья лапка. Я нередко слышал, как она слоняется внизу. Я слышал ее запах. Запах сигарет и заразы был повсюду и туманом витал во тьме. Когда на город неспешно опускалась ночь, я представлял, как птица и вылетаю из окна своей комнаты навстречу синему звездному небу. Смотрю сверху вниз на съежившиеся коробочки домов и мордочкой ловлю свежий ветер. Ох, как же сильно я плакал, лежа в своей кровати. Когда мама пришла в первый раз, я был еще совсем маленьким. До нее у меня была другая мамочка хорошая. Она носила жемчуг и говорила мелодичным голосом. Но однажды я заболел, и меня начало лихорадить. Я плакал с утра до вечера, и это продолжалось неделями. Думаю, моя первая мама не смогла это вынести. Однажды ночью она ушла и больше не вернулась. Когда солнце взошло, я спустился вниз на завтрак. На кухне меня ожидало это. По крайней мере, мне кажется, что все было именно так. За все время после знакомства новая мама не произнесла ни слова, она просто фыркала и издавала лошадиные звуки. Жуть! Части ее тела были сшиты нитками, и кое-где виднелись заплатки из влажной мешковины. Она жила со мной почти год, и недавно я увидел ее глаза в первый раз. Вы когда-нибудь разглядывали лошадиные глаза? Они похожи на глаза козы, у них обеих горизонтальные зрачки. Когда я возвращался со школы, за кухонным столом часто сидели дети. Она давала им лекарства, чтобы они делали все, что ей захочется. Она заставляла их сидеть на месте, а они дрожали и глазели на нее. Затем она вела детей в подвал и делала из них разные вещи. Она заставляла меня делать то же самое, но я не хотел. Я обнаружил, что она боялась Библии. Я понял, что Библия обладает силой, силой крови. Когда я читал стихи, ее тело начинало разваливаться на части, а сама она выла точно волк, и на стыках ее конечностей проступала кровь. Библия стала причиной возникновения сообщений, передававшихся через крест в алом летнем небе. Вся линия времени сосредоточена вокруг эпицентра, место, в котором гвоздь был вогнан в ладонь Христа. Отсюда же исходят линии возможностей. Королевства расцветают и рушатся, а люди стареют и умирают, подобно полевым цветам. Зверь, которого ты видел, был когда-то живым, сейчас же он мертв. Но еще восстанет он из бездны и отправится на погибель. Субтитры создавал DimaTorzok